Всем привет, друзья, меня зовут Арсений, и да, сутулость действительно признак раба. Во-первых, рабы всегда выполняли самую тяжелую работу, так что их спины в прямом смысле сгибались под тяжестью труда. А во-вторых, и это самое важное, их ломали психологически. Во все времена и во всех культурах рабам предписывалось склоняться перед господином, так что у них с детства вырабатывалась привычка преклоняться и сутулиться. В Древнем Риме новорожденным рабам даже сворачивали шею, смещая верхние позвонки для того, чтобы те вырастали подавленными и не могли смотреть вверх на звезды. Аристократы же и правители наоборот, с детства приучались к ровной вертикальной осанке. Кто-то скажет, ну, это было давно, мы же не рабы. Серьезно? Давайте посмотрим, какие самые главные причины сутулости в наши дни. Ладно-ладно, корпоративное рабство и рабство от гаджетов – это темы для отдельных видео, и мы их пока трогать не будем. А мы сейчас разберемся, почему осанка так важна, как она влияет на характер, и разберем самые эффективные упражнения для ее исправления. Вообще, осанка – это важнейший фактор, по которому люди неосознанно оценивают друг друга. Человек с прямой спиной выглядит успешным, уверенным и решительным, тогда как сутулой всегда производят впечатление слабого и зажатого. И это неспроста. В вопросах осанки физиология и психология очень сильно взаимосвязаны. Что я имею в виду? Наши мысли и чувства зависят от гормонов. Например, уверенность в себе зависит от уровня тестостерона. Чем больше тестостерона, тем ты более уверенный. Это заложено в нас природой. Когда животное хочет продемонстрировать силу и доминирование, уровень тестостерона у него повышается. А на физиологическом уровне это проявляется в увеличении в размерах, расширении и выпрямлении. И наоборот, когда животное чувствует слабость, страх и неуверенность, уровень тестостерона падает, и животное в буквальном смысле съеживается, уменьшается и закрывается. Абсолютно то же самое происходит и у людей. Когда человек чувствует силу и уверенность, он выпрямляется, вскидывает руки вверх и поднимает голову. И наоборот, когда чувствует слабость и страх, закрывается и опускает голову. Тут все понятно. Мысли и чувства влияют на наше тело. Но удивительно, что то же самое работает и в обратную сторону. Исследования показывают, что если вы будете находиться в сильной позе с прямой спиной какое-то время, то уровень вашего тестостерона вырастет, и вы почувствуете себя более уверенно. Да и вообще тестостерон отвечает за восстановление и рост мышечной ткани, поэтому это критически важно. На мой взгляд, это одна из самых важных причин, ради которой стоит выпрямить спину. Не говоря уже о пользе для здоровья. Ровная осанка увеличивает вместимость легких, облегчая процесс дыхания, улучшает кровообращение внутренних органов, улучшает пищеварение, помогает держать кости и суставы в правильном положении, оптимизирует работу мышц и снижает нагрузку на связки. И это, кстати, в особенности важно, если вы занимаетесь спортом, так как если у вас кривая спина, вы не сможете занять оптимальную позицию для выполнения упражнения. Ну и в конце концов, это просто красиво. Итак, переходим к упражнениям. Я сниму футболку для того, чтобы было видно линию тела. Прежде всего, нам необходимо протестировать нашу осанку, и делается это следующим образом. Мы встаем спиной вплотную к стене, прижимаем пятки, ягодицы, лопатки и затылок. Затылок стараемся прижимать нижней частью, то есть не макушкой, а максимально нижней частью, насколько получается. И стараемся прижать поясницу к стене также. Для этого мы напрягаем ягодицы и напрягаем пресс. Вот это оптимальная позиция вашей осанки. Если вы чувствуете себя комфортно в этом положении и можете находиться какое-то время, то просто перемотайте на эту секунду. А если вам тяжело дышать, значит, у вас есть проблемы, и давайте перейдем к упражнениям. Разберем упражнение сверху вниз. Есть шейный отдел, грудной отдел и плечи, и поясничный отдел. Первое упражнение – это втягивание подбородка. Его можно делать как лёжа, так и у стены. Смысл в следующем. То же самое. Мы прижимаемся к стене. Самое главное – это прижать поясницу как можно плотнее, лопатки, плечи, после чего мы прислоняем голову и втягиваем подбородок внутрь. У вас должен появиться второй подбородок. Самая распространённая ошибка здесь – это когда ты стараешься втянуть подбородок, и вместе с подбородком у тебя поднимается грудь вверх. Таким вот образом. У тебя появляется прогиб в пояснице, то есть этим прогибом ты пытаешься компенсировать это втягивание. Чтобы этого не происходило, можно просто одной рукой тянуть грудь вниз и держать её. Делаем динамические движения с паузой в фазе максимального сокращения. То есть вжали, втянули, отпустили. По 30 секунд. Второе упражнение – это вытягивание кивательной и передней лестничной мышцы. Можно делать либо сидя, либо стоя. Опять же, не роняем голову вперёд, втягиваем её назад, поворачиваем на бок и запрокидываем назад. Вы должны почувствовать натяжение вот в этой области. Тянем так 30 секунд, после чего поднимаем подбородок. Натяжение переходит вот сюда. 30 секунд здесь и делаем дальше полный круг. То есть растягиваем эту часть и потом отпускаем подбородок, но голову всё ещё наклоняем назад. И растягиваем левую кивательную мышцу. Каждое из этих упражнений я рекомендую делать по 3-4 подхода по 30 секунд. Это же касается и следующих упражнений. Грудной отдел и плечи я объединил в одну категорию, потому что они очень сильно зависят друг от друга. В общем-то, грудь, чаще всего перекачанная, она и стягивает плечи вперёд, а округлые плечи образуют горб в грудном отделе позвоночника. Первое упражнение на развитие мобильности. С этого упражнения, кстати, я начинаю сейчас каждый свой день, делаю его по утрам, очень классная штука. Ноги вместе, колени прямые, поясница также закрыта, ягодицы и пресс в напряжении, после чего мы руки поднимаем по максимально задней траектории, то есть отводим их максимально за спину. Поднимаем наверх, в верхней точке делаем замок, проворачиваем ладонями вверх и вытягиваемся максимально вверх. Здесь самое главное, опять же, не вытягиваться за счёт прогиба в пояснице, то есть не делать вот так вот, а для этого мы напрягаем пресс и вытягиваемся вверх. Тянемся так 30 секунд, после чего мы сразу же начинаем заводить руки назад. Делаем динамические движения тоже примерно 30 секунд. После чего мы возвращаем руки также по максимально задней траектории назад, делаем замок сзади, за спиной, проворачиваем плечи назад, то есть делаем так, чтобы грудь стремилась вверх, и проворачиваем ладони от себя. То есть смыкаем максимально лопатки. Здесь очень важно, обратите внимание, кисти не сюда проворачиваются, а к себе, то есть к телу. Это упражнение очень хорошо разовьёт мобильность в плечах и в грудном отделе, раскроет прям после выполнения этого упражнения, аж кажется, что у тебя выпрямились плечи. Хорошо, следующее упражнение – это проворот плеч. Плечей, как правильно. Его можно делать с резинкой или с любой палкой. Я делал со шваброй и с метлой, с чем только ни делал. Смысл в следующем. Также держим туловище прямо, да, поясница закрыта, берёмся за резину или за палку, и на прямых руках обязательно проворачиваем назад за спину. Движение делаем максимально плавное, да, никаких рывков, и также в обратную сторону. Старайтесь, чтобы движение также было симметричным, то есть не надо через одну сторону. Делаем 5-10 повторений таких плавных. Если чувствуете себя комфортно, просто берётесь уже и продолжаете делать уже с более узким хватом. Хорошо, следующее упражнение направлено на укрепление слабых мышц. Чаще всего это ромбовидные и нижняя часть трапеции. И первое упражнение здесь – это заведение рук назад. Делается следующим образом. Держим корпус прямо, и большими пальцами обязательно, не ладонями, не мизинцами, а большими пальцами заводим руки себе за спину. И здесь это упражнение можно и нужно делать в разных плоскостях, то есть по нижней траектории, по горизонтальной траектории, по верхней траектории. То же самое. Мы делаем движение динамическое. В фазе максимального сокращения задерживаемся на какое-то время. То есть здесь фиксируемся. Чувствуем напряжение между лопатками. Отпускаем. В каждой позиции по 30 секунд. То же самое, 3-4 подхода на каждую позицию. То же самое упражнение можно делать на полу. Ложимся на пол и тянем большие пальцы вверх себе за спину. Хорошо. Следующее упражнение это вращатели плеча. Практически то же самое, только локти у нас согнуты в этот раз. На согнутых локтях стараемся завести большие пальцы как можно дальше себе за спину. И здесь очень важно не тянуть локоть назад, а тянуть именно большие пальцы. То есть локоть в идеале стоит на месте. То же самое. Фаза максимального сокращения. Пауза. 3 подхода по 30 секунд. Следующее упражнение это жим у стены. Его можно делать как сидя, так и стоя. Тут самое главное опять же зафиксированная поясница. Чтобы здесь не пролезала рука. Прижимаем лопатки. После этого мы прижимаем руки тыльной стороной ладони к стене и делаем жим вверх. Затылок также прижат. У меня с этим упражнением пока еще туго, но уже гораздо лучше, чем было. То есть вы понимаете, что было совсем плохо. То же самое. 3-4 подхода по 30 секунд. Следующее упражнение это обратный мостик. Переходим к статике. Встаем в обратный мостик, вытягиваем тело, напрягаем ягодицы и пресс также. И здесь самое главное сделать максимально прямую линию тела. И грудь тянется вверх, а плечи назад. То есть как бы выдавливаем грудь вверх. Фиксируемся на 30-60 секунд. Здесь можно побольше. Если получается больше минуты, стойте больше. Поясница у нас уходит в ту или иную сторону из-за перекоса таза. Чаще всего перекос таза связан с неправильным положением верха тела. То есть, грубо говоря, если у нас шея уходит вперед, плечи вперед, соответственно появляется горб, то таз просто компенсирует неправильное положение. И, скорее всего, если вы ставите шею на место, плечи отведете назад, выпрямите грудной отдел, то таз у вас выпрямится, в смысле встанет на место, естественным образом. Если же этого не происходит, возможно, у вас слишком зажаты мышцы пресса и задней поверхности бедра. Если у вас таз все-таки уходит назад, наклоняется. Или наоборот, слишком зажатые мышцы поясницы и слишком зажатые мышцы передней поверхности бедра. Тогда у вас таз будет уходить вперед, наклоняться. Многие рекомендуют просто закачивать отстающую сторону, то есть, ту область, которая у вас слабее. Но я рекомендую все-таки прокачивать весь кор целиком, потому что кор стабилизирует наш позвоночник именно в связке. Поэтому все мышцы важны. Пресс боковой, пресс косы, зубчатые мышцы разгибателя спины, они все очень важны. Так что для того, чтобы решить проблему с поясницей, нужно сделать три вещи. Первое – это выпрямить верхнюю часть туловища. Второе – это укрепить мышцы кора. И третье – это выполнять упражнения на мобильность. Вот эти упражнения. Первое упражнение – это поза ребенка. Садимся на колени, опускаемся на ноги и вытягиваемся руками максимально вперед, насколько возможно. Стараемся к животу, к личным бедрам. Руки прямые в локтях и тянемся грудью к коврику. В этих позициях мы проводим уже чуть побольше, желательно одну-две минуты. Далее переходим к кошке, доброй и злой кошке. Упираемся пальцами ног в коврик, встаем на четвереньки и делаем прогиб в спине. Вытягиваемся вниз, то есть тянемся грудью вниз на вдохе. И на выдохе делаем обратный прогиб. Частота дыхания у всех разная, поэтому постарайтесь синхронизировать это движение с вашим дыханием. Далее переходим в планку, обычную на руках. Руки напряжены, очень важно закрыть поясницу, чтобы попа не выпячивалась. Мы также напрягаем пресс и ягодицы. И так стоим тоже одну-две минуты. После чего делаем отжимания, вытягиваем носочки и поднимаем переднюю часть туловища. В этой позиции бедра, ягодицы и пресс также находятся в некотором тонусе. Плечи вдавливаем сильно вперед, в смысле коврик, и грудь стараемся вытянуть вперед. После чего мы поднимаем таз вверх, подступаем на полторы стопы и сильно отталкиваемся руками от коврика. Таз тянется вверх. Если сразу на пятки встать тяжело, можно по одной ноге. После чего вытягиваем ногу вверх и заносим ее вперед. позицию бегуна. Здесь стараемся, чтобы голень была перпендикулярна плоскости пола, задняя нога максимально прямая. Таз тянется вниз. Соответственно, на одну и на другую ногу. Далее переходим в позицию лежа на спине и плавно опускаем ноги наверх. Вытягиваем руки в том же направлении и стараемся ногами коснуться пола. Можно руками взяться за стопы и вытягиваем также ноги. Должны почувствовать натяжение вот здесь в пояснице. Ну и, конечно, под коленями. То же самое. Одна-две минуты. После чего плавно, очень мягко опускаетесь обратно на спину. Здесь можно и отдохнуть. Хорошо, по сути, все эти упражнения взяты из йоги, а я, если честно, не особо силён в теме, поэтому допростят меня настоящие йоги, если я что-то объяснил неправильно. Но в общем и целом все эти упражнения очень полезны будут для любого среднестатистического человека. Для вашей осанки. А теперь самое главное. Все вышеперечисленные упражнения нужно делать как можно чаще. Желательно каждый день. Но они не будут работать без этой главной фишки. И эта секретная фишка заключается в напоминаниях. Просто поставьте себе негромкий будильник, чтобы он срабатывал каждые полчаса, час, 15 минут, как удобно. Но чем чаще, тем лучше. Таким образом он будет просто напоминать вам выпрямиться, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. Я себе ставил таймер на часах, который срабатывал каждые полчаса. И через какое-то время выпрямляться просто вошло в привычку, и я выпрямлялся уже без каких-либо напоминаний. А для меня это было в особенности важно, потому что я свою осанку просто уничтожил за годы задротства в линейку. И хотя моя осанка еще далека от идеала, я очень сильно выпрямился благодаря этим упражнениям. Вы можете посмотреть хотя бы первое видео на моем канале. Оно сделано прошлым летом, и я там жестко сутулился. С тех пор моя осанка стала ровнее, а сам я вырос во всех отношениях. Кстати, наш канал тоже растет, мы уже перевалились за 10 тысяч, и я безмерно благодарен всем и каждому за то, что принимаете участие в жизни проекта. За просмотры, лайки и в особенности за комментарии. Я по возможности стараюсь отвечать на все комментарии и прислушиваюсь к каждому вашему отзыву. Поэтому мы с вами растем и развиваемся вместе. И я очень надеюсь, что мой опыт будет кому-то полезен. И кто-то, благодаря этим видео, так же, как и я, изменит свою жизнь к лучшему. Почаще смотрите вверх, держите спину ровно, друзья. Верьте в себя. Ничего не бойтесь, и вы обязательно измените свою жизнь к лучшему. Всем привет! Субтитры сделал DimaTorzok